Заеду, посмотрю, послушаю, что они нам расскажут О таких магазинах, как у нас на Ростове Потому что у нас тут огромный склад Но самая новость состоит в том, что все уходит, ребят Че, че расскажу Не, смотри, погода какая офигенная Погода у нас в Ростове просто, я не знаю, как это сказать Весна, все уже весна, все уже Девчонки в юбках, мальчики в кемках Глаз слепят, в солнце Да, вот как-то так Итак, выгрузились мы на Левенцовке Двое из наших остались на Левенцовке И двое на Северном У нас две квартиры, обе под сдачу Уже вот-вот черновая отделка закончена В обеих, причем, одновременно будет Точнее, за чистовой этап Ну, там еще несколько у нас объектов будет Вот Реально заморочился Хочу снять хотя бы Точнее, мне монтировать дофига, конечно, надо еще О этих самых, как его Про немца, так сказать Мы еще насняли чуть-чуть Короче, тема какая В последние пару дней Мозги парят хилки И они, как я понял, закрывают все магазины Розничные Вот И их больше не будет вообще То есть Будут только, я так понял, с продажей в интернете И Ну, то есть Останутся сервисные центры И вот эти вот ребята, которые ездят По объектам Привозят, получается, инструмент расходку Ну, и демонстрируют И все То есть Магазинах, я так понял В России не будет Нет, ну, может быть Останется где-нибудь там один В Москве Вот И походу все Потому что Если даже у нас Прикрывают магазин У нас там склад огромный Вот И они собираются прикрыть это все Ну, то есть Магазин прикроют Останется только сервис и склад Так вот Смысл в чем? Они Мне, получается, позвонили Вначале своими 5-мперными аккумуляторами Хотели, чтобы я их сделал тест Ну В прошлый раз Они со своими с этими шуриками То есть Они меня немножко Как сказать Дезинформировали Скажем так Не хочу сказать Что тупо обманули Дезинформировали То есть Пообещали мне скидку Пообещали мне там что-то еще В конце концов Я оплатил комплект Который, в принципе, так и стоил То есть Ну, дали там мне Пару бит каких-то там Набор там что-то там Ну Как это Ну Шестигранник Набор бит, короче Пару Пару наборов бит И там чехол Для Этого самого Для этих шуруповертов Ну, то есть Я заплатил им полную стоимость А в мозге Они мне парили Там, сделай обзор То есть Ну, короче В общем И Причем Я этот обзор Снял на 12-вольтовую линейку Очень Так сказать Ну В спешке В торопях Такие обзоры Больше Никогда не будут Все Это был последний обзор Который был вот такой вот Ну На быструю руку То есть Нафиг Все, короче И вот они И вот они У них 5-амперные Выходят Аккумулятор И тоже Такое предложение Говорит Хотите Возьмите на тест 5-амперные аккумуляторы А потом Ну, типа Посмотрите Либо вернете нам Потом Либо Мы вам их Типа Также Продадим То есть С какой-то Типа Там Скидкой Вот Типа По эксклюзивной цене Там Минус МДС Ну, короче Я посмеялся Говорю Ребята Чтобы Снять Один ролик Входит Большое Количество Ну, в общем Короче Отказался Я от этой затеи Потому что Нафиг Надо Короче Вот И Измолит Не типа Говорит Так и так Уже Ростовский То московский Был Этот уже Ростовский Что Мол Типа С закрытием Магазина Там То-сё Хотим Там Типа Вам Сделать Экскурсию По сервисному Центру И по По ихнему Складу Ну, не знаю Я, короче Чем это Все закончится Вот сейчас Еду Мне по пути В принципе Попросил Заскочить К ним В Хилке Заеду Посмотрю Послушаю Что они Нам расскажут Будет ли Такой ролик Или нет Потому что Ну Потому что Какой-то Только негатив Хапаешь С этого То есть Всякие умники Диванные Как это Философы Обвиняют В том Что Кто-то Продался Хилке И прочее И прочее Ну Я вам Еще раз Повторяю Что Я не знаю Ни одного Человека Лично Которому Бы Хилке Заплатила Деньги За рекламу То есть Ну Может быть Какие-то Бонусы Там Я не знаю И то Ну В плане Бит Да Ну Простите Это Как бы Ну Это Даже Просто Смех Ну Сколько 2000 Рублей Там Эти Два Набора Бит Стоят Ну Три Может Быть Ну Как бы Из-за Этого Пилить Ролик То есть Лично Мне Вообще Неинтересно Тем более Еще Хапнуть Негатива Потом Ну Это Вообще То есть Нафиг Надо Короче Как-то Так Ну Что Ребятки Пообщался Я С С Так Сказать Познакомился С Я так Понимаю Директор Ростовского Филиала Хилти Центр Новости Какие Не знаю Разрешат Потом С камерой Там Пройти Или Нет Но Показали Мне Сервис Показали Мне Склады Эти Все Прикольные В общем Довольно Такие Интересные Скажем Так Рассказали Политику Партии По поводу Ремонта Что Как Правило Они Ничего Не Ремонтируют Они Просто Новые Узли Вставляют На Агрегаты И все Грубо говоря Подшипник Не меняют Меняют Весь Модуль Ну В общем Такие Всякие Вещи Показали Как они Батареи Аккумулятор Меняют Сразу Сказали Показали Все Маленькие Шурики И прочее Они Не ремонтируют Они Просто Тупо Дают Новую И все Вот Пока Гарантийное Время А потом Уже Предлагаю Там Какие-то Варианты Так вот Но Самая Новость Состоит В том Что Все Уходит Ребята С Маленьких Магазинчиков То есть Не будет Этих Будочек Больше Хилтевских Нигде Не будет Даже Таких Магазинов Как у Нас Ростой Потому У нас Тут Огромный Склад Вот Все Это Упраздняют Останутся Только Интернет Заказы И Ребята Которые Ездят По Получается Ну По Таким Строителям Всяким Разным То есть Они Сейчас Перейдут Больше Ну Все Таки Откроются К частным Мастерам Таким Как Мы Например И Будут Перележать То есть На Объекты Сразу Все Привозить То есть Ну Наше Время Будет Экономить То есть Ну Соответственно К нам В принципе И так Ездили Но Смысл В том Что Всем Они Будут Просто Привозить На Объект Все Что Нужно Расход Инструмент Ну И Прочее Другое Можно Будет Заказывать В интернете Оплачивать Прим Карты Или Как-то Еще То есть Немножко С одной Стороны Может быть Это Тяжеловато Русскому Человеку Понимать Как Это Так Но В принципе Я понимаю Что Наверное Это Правильно То есть Он так Не Объяснил Политику Партии Посидели Поговорили Ну Прикольно Новое Знакомство Как-то Так В общем-то Такие Новости Закроют Все Филиалы Хилти В России Будут Только Сервисные Центры И Склады Все И менеджеры Которые Будут Курсировать То есть Нельзя Будет Прийти Теперь Подрогать Все Это Дело Короче Кто Знает Тот Знает А Кто Нет Тот Видимо Как-то Будет В Царафан На Радио Какие-то Презентации Может Приезжать Я Не Представляю Как Расходку И Прочее Прочее Ну В принципе Те Кто Знает Те Знают Те Кто Нет Наверное И